У меня мама финики любит, давай финики. Какая-то плетка. Жена, что ли, да? Я просто на его лицо смотрю. Точно не Нинахов. Нинахов не играл даже в этой игре. Я умный. Давайте дальше. Все и так знают, наверное. Да и не знают, скорее всего. Уже забыли? Да и не знали, наверное. Всем привет, я Максим Нинахов. Всем привет, я Иван Кузьмичев. Всем привет, я Александр Сильянов. Всем привет, я Даниил Фудяков. И мы будем сегодня узнавать или угадывать, да? Угадывать факты о Абудабе. Сейчас мы посмотрим, как много мы знаем об Абудабе. Да нет, там... Я думаю, без шансов. Да я думаю, там бестолочь. Давайте, поехали. Нинахов? Победа будет за нами. Абу, помнишь Абу и обезьянка? Надо от этого оттолкиваться. Выбирай, конечно. Отец, отец Газели? Отец Сокола. А, отец Газели. Короче, выбирай, отец Газели. Ну да. Я думаю, отец Газели. Давай четыре. Дедушка Черепахи. Хороший он вы. Привет. Отец Газели. Привет. Чемпионы сразу видно, вы понимаете? Я подготовился. Чемпионская команда, она вот такая. Отец Газели. Мы это вообще откинули. Отец Газели. Нет, в конце же я выбирал. Без шансов. У меня самый умный игрок сидит. Джарри на Манхэттен, нет? Ну давай. Что-то как-то странно, нет, Джарри на Манхэттен? Что это такое вообще, Джарри на Манхэттен? Ну да. Звучит не очень. Раскаленная Африка. Раскаленная Африка лучше подходит. Да, Раскаленная Африка, да. Сейчас ты отвечаешь. Откуда я знать? А, тут даже логики-то нет. Нет, чего так. Ну, просто надо знать, да, и всё. Манхэттен больше подходит, потому что тут здание высоко. Ну давай, 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 Жареный Манхэттен. Так, а с Манхэттем какой ответ? Жареный Манхэттен. Жареный Манхэттен. Он решил, давай четыре. Наш ответ, Жареный Манхэттен. Потому что дома высокие, многоэтажные, красивые, вот. А жареные потому что жарко, в пустыне. А я говорил. У зданий, типа, высотки. Я понимаю, да. Александр. Спасибо. Такое ощущение, как будто я его видел. Видел, говори. Я даже не знаю, такой баскет. Он, по-моему, либо круглый, либо шестиугольный. Потому что тут какая-то есть достопримечательность, я помню. Ну, я все правильно. Но ты его видел? Да. Ну и какой он? Я не помню. Но точно он не треугольный? Круглый? Давай круглый. Круглый. Давайте круглый. Я абсолютно согласен. Я просто помню, что я Орел и Решка смотрел. И там какая-то была, типа, Абу-Даби обозревали. И там было какое-то здание круглое. Я подумал сразу о нем. Молодец. Шикарно получилось. Вообще молодец. Ну точно старинный? Да. Там очень старинный. Да. Да как? Это все строилось, что ли? Очень быстро построилось. Высокий, наверное. Ну подожди. Эй. Так, надо подумать. Ну дорогой тоже навряд ли. Ну да. Там отвалится. Там отвалится. А. Это вообще Дубай. Старинный, я думаю, не подходит. Ну да. То, что старинный навряд. Струтура, она там с 1960-го где-то началась. 3070. 3070? Нет. Я не ввиду, когда вот твоя небоскреба начнет строить. Высокий мой? Сейчас пошло. Может пошло. Да нет. Навряд ли тоже. Высокий. Высокий давайте. Попробуем. Ну блин, дорогой тоже может быть. Ну да, спокойно. Давай вы ответите на высокий один. Думаешь? Или дорогой? Давайте помню. Ну чё, высокий чё тянуть-то? Или всё-таки невысокий? Тогда большой. Тогда... Ну наверное древний чё тут? Скорей всего. Это самый нелогичный. Я пусть на его лицо смотрю. Не понять вообще. Давайте высокий. Самый высокий. Дорогой. Дорогой! Ну ладно, ничего страшного. Надо посмотреть сейчас будет. Очень интересно. Думаю на выходных надо съездить. Нормально пусть. Один выходный точно. На воде нужно правильный ответ. Нормально. Ну самовар нет. Ковёр. Да тоже с бабушками не сравнится, наверное. У меня мама финики любит. Давай финики. Ковёр. Досрочный ответ. Всё. Финики. Даже если неправильно. Просто мамы любят его. Финики. Ковёр самый большой. Ковёр, ковёр тогда. Да доверься мне. Ковёр говорит. Всё, говорим ковёр. Ну что ж такое? Ну ладно. Это мы не угадали всё равно. Это мы не знали. Аааа. Подготовились. Это точно не 12 и не 1000 рублей. Ну типа даже если переводить там дирхамы. 12500. Как-то по современному. Какая плетка, жена что ли? или плит не но еще вот ты бросил бумажку тебя бить будут в этой я забыл арест тоже на вряд ли забыл в какой стране жвачку на пол бросил на сколько отдаешь там сюда 50 тысяч долларов ну деньги значит с деньгами что ну да с деньгами связано точно не тысяч 12 12 тысяч рублей 12 половин да не такая сумма спой на кого-то вырыгнуть вымеренно 2 12 поинта что нет не давать на спой на спой на спой на тысяч рублей выбираем все хочешь сказать двенадцать половиной вообще нет да убедил ну если большой то 12 я джина тросин скорейства не для спорта ну давайте последний раз доверюсь 12 плен тысяч рублей выбираем хоть крутой дай логичность доверься максиму пожалуйста странно я умный давайте не на три дня резко с этим выглядел это правда по правдоподобным ну да потому что первое слишком мало второе слишком много я думаю три три процента 10 многовато но вот хотя алкоголь дорогой тут ну что здесь ну скорее всего 10 мне кажется одна десятая или блин может вообще три процента или вообще 1 50 ну да тут какая разница получилась троисков пучка 50 что многовато нет хотя один один мало 3 или 10 либо 10 либо 3 10 давайте попробуем да ну дальше ты за кого-то 23 почему он выбрал цифру 3 мне интересно давай 3 3 3 мы играем 3 макс и все доверяю браво но просто браво замечательно получается отлично Ну ладно, два раза. Ошиблись, не страшно. Вот это тяжело, просто честно. Я бы второй выбрал, не прикол. А я бы четвертый выбрал. Ну безалкогольный, шампанский. Ну у них принято шампанский всегда. Да, они же сами открывают. Ну да, ну кукаранец, ну вот и безалкогольный. Точно не первое и не четвертое. Либо верблюд. Да. Либо песком обсыпают. Но песком тоже навряд ли, поэтому верблюд. Просто там вопрос был... ЧМ славится? Ну да. Слишком просто, да, безалкогольный? Давайте еще чуть-чуть подумаем. Можно песком. Но песком что-то неприятно после банки из тех. Может, второе на верблюде? Необычно. Песком обсыпают. Ну это тоже не... Фигня какая-то. Давай я тебе теперь доверюсь. Давай на верблюде. На верблюде. Или финик. Или финик. Или четыре. Или три. Я думаю точно не три. Давай точно не три. Не песком точно. Что-то неприятно было просто песком. В смысле? А первое, что финики кидают? Ну это не круто. Ну типа зачем? Ну типа вообще. Да. Ну безалкогольный тоже слишком просто. Ну финик либо верблюд. Че хочешь? Давай финик. Финик выбираем. Либо верблюд, либо песок. Да все. Давай на верблюде. Самое простое. Ну да. Ну это не славится. Это просто... Ладно. Это факт, типа нет? Это факт. Вот это круто. Да. Я как-то сначала цепочку выстроил про шампанское. Надо было добивать. Нет, точно не ноль. Один-два. Сто процентов. Он следит, наверное, за лимками. Да, я следую. Он забил вот это все. Это тоже неофициально был. Неофициально? Да. Недавно неофициально. Вообще девятку его вот отнять. Нет? Нет. Либо два, либо пять, я думаю. Говори. Я бы ноль сказал. Потому что что-то писали, то что... Один давайте. Ноль или один? Давай один. Один. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Сейчас круто будет. Два, пять. Да, десять. Криштианыша любви. Где он играл, кстати? Один-два. Что? Недалеко. Читалось, что один. Точно не Ненахов. Ненахов не играл даже в этой игре. Я помню, Тоха забил точно. Тоха точно забил. И Кама забил вроде. Значит, Кама. Миранчук. Не знаю. Подумай лучше. Не, а кто ещё? Первый Тоха забил. Я помню, он в девять дал уже. Да, да, да. Перекладину что-то такое. А, либо Кама, либо Антоха. Я помню, там Антоха какой-то красивый забил. Вот. А Камано либо перед этим, либо после этого. Я вот не помню. Точно не Бара тоже. И точно не Ненахов. Точно не Ненахов. Точно не Ненахов. Давай что, Кама? Вот вспомни, Мачку забил первый. Антоха второй забил. Я-то вообще не знаю. Не, ну там, я помню, как Кама забил. Там вроде тоже подача. Бара продлевает. И Кама в пустые. Это второй? Это первый. Точно? Да. На какой минуте? На разминке. Ну, я не помню минуту. А Антоха после этого тоже там, что-то мы угловой разыгрывали вроде. И что-то отскочило, отскочило и Антоха с левой вроде даже ударил. Я не помню Кама когда забил, с углового вроде. Да, головой замкнул или ногое или нет. Ну да. Что-то такое было. Давай, Антоха, выберем еще. Подожди, давай Антоха выберем, Мирончук? Да, Антоха, Мирончук. Спасибо тебе. Спасибо. Браво. Браво, Ива. Ничья, вот так Надо что-то это Какой-нибудь спецвопрос Соперники, конечно, были безобразны Мы выиграли, получается Ладно, что на самом деле Спасибо, что смотрели Надеюсь, вам понравилось Ждем снова Всем пока Всем спасибо, приятного просмотра Даня молодец Помог Сыграть нам в ничью Ешьте финики Смотрите И любите маму И папу тоже Всех, короче, любите Все